Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Мы начинаем пресс-конференцию по итогам форума «Биржевой товарный рынок 2020», который у нас сегодня успешно состоялся. Сегодня очень насыщенный день. И, уважаемые коллеги-журналисты, на ваши вопросы ответит президент СПБ МТСБ Алексей Эрнестович Рыбников. Коллеги, у нас вопросы были присланы предварительно. Мы их структурировали традиционно по темам. Нефтепродукты, экспортные аукционы на нефть и нефтепродукты, природный газ, лес, новые рынки. Давайте договоримся, что я начну озвучивать какую-то, допустим, первую или первую группу. И далее мы сможем вас подключить по очереди или посмотреть вопросы в чате. Направляйте их нам, если у кого-то, так сказать, они возникли по ходу мероприятия. Ну, наверное, попросим Алексея Эрнестовича сказать вступительное слово перед брифингом. Спасибо. Слышно меня, да? Вы тут сидите, вам слышно? Слышно, Алексей Эрнестович. Да, вот, спасибо. Спасибо, Наталья. Да, я понял теперь, что все работает. Добрый день, коллеги. Еще раз, вы знаете, хотел бы, во-первых, сказать, вот, с точки зрения организации, есть какие-то вопросы, которые поступили заранее, мы сейчас на них ответим, но это не исчерпывающий список вопросов. Вы, пожалуйста, если есть дополнительные, пишите. Если хотите задать с голоса, задавайте с голоса. В общем, нам комфортно в любом режиме, я думаю, что справимся. По времени, надеюсь, что технических ограничений у нас нет. Поскольку сегодня у нас онлайн-формат, мы, соответственно, все пострадали и остались без вечернего мероприятия, поэтому вечером делать все равно нечего. Будем сидеть с вами здесь до упора и отвечать на ваши вопросы. Кстати, вопросы, которые поступили, они были достаточно конкретные. Первый вопрос был по итогам, предварительным пока итогам 2020 года. Как мы оцениваем результаты, что видим, что прогнозируем. Почему так получилось, что продажи выросли, даже несмотря на то, что вроде падение спроса и все такое прочее. Мы, правда, об этом много говорили, но сейчас по концу года многие вещи стали еще более выпукло видны. Что мы имеем на сегодняшний день? По состоянию на вчера было 21 миллион 700 тысяч примерно оборот на рынке нефтепродуктов. По состоянию на 8 декабря сегодня было 100 с лишним тысяч тонн, то есть где-то 21 800, и мы сейчас между собой так дискутируем временами. Интересно, удастся нам достичь цифры 23 миллиона по итогам 2020 года или нет. Не знаю, но еще торговых дней осталось достаточно много. Наверное, за 22-то перевалим по-любому. Ну а дальше посмотрим, насколько приблизимся к цифре 23. И это существенный рост, это больше 10%, насколько я помню, по сравнению с 2019 годом. Наверное, важным весьма показателем стало то, что, если раньше мы как-то традиционно привыкли, уже такой стереотип у нас был, каждая пятая тонна нефтепродуктов, бензина продается на бирже. Вы знаете, вот мы тут недавно итоги подвели, уже каждая четвертая тонна бензина, каждая четвертая тонна керосина и более 30% дистоплива по итогам истекшего периода 2020 года были поставлены на внутренний рынок через биржу. Интересно, что в период самых жестких экономических последствий пандемии, когда спрос на керосин, в частности, упал, я слышал разные оценки, чуть ли не 70-80% спрос на керосин упал, но ровно в тот период, это апрель-май, кусочек июня, реализация керосина на бирже существенно выросла, кратно выросла по сравнению с 2019 годом. Бензин больше всех пострадал, именно в этот период падение на бензине было 10-12% в отдельные периоды по сравнению с 2019 годом, но в целом погоду мы по бензину вышли практически на тот же самый уровень. Почему это произошло? Ну, потому что через биржу реально можно было продавать. Во-первых, в условиях, когда все компании перешли на удаленный режим работы, конечно, все преимущества электронного способа торговли, вот они здесь все и проявились. Мы, вы знаете, годами пытались перевести ряд клиентов на безбумажный документ оборот с нами, и нам это никак не удавалось, потому что всегда находились какие-то аргументы, почему надо сохранить бумажный оборот, а тут вот буквально за несколько недель все переехали на электронный документ оборот, потому что по-другому работать было просто невозможно. И я думаю, что это, безусловно, фактор, который воздействовал на то, почему у нас объемы торгов не только не упали, но и выросли. Вторая интересная тема, почему это произошло, потому что через биржу можно было до товара в любом случае дотянуться, и даже то, что продавалось, совсем плохо, то есть керосин, например, через биржу продавался хорошо и существенно лучше даже, чем в прошлом году. Ну, по керосину, собственно, отдельная дискуссия была, и хотел бы коротко сказать, что мы этой тематикой продолжаем заниматься, смотреть на разные варианты, как развивать ситуацию с керосином, потому что разные предложения звучали, вплоть до полного ограничения доступа к керосину через биржу для непрофильных участников. И такая тема тоже есть у регуляторов, разные мнения, разные оценки по этому поводу. Но по керосину, в частности, мы видим в качестве перспективного направления работы это торговля на локальных узлах с тем, чтобы концентрировать максимальную ликвидность. Это одна тема. Вторая тема, которую мы точно будем смотреть, это организация торговли на бирже с поставкой в крыло. Такая тема нетривиальная сильно, но, по крайней мере, ее надо изучить и ей позаниматься. И третья история – это наш совместный проект с ОТП РЖД, который позволит нам отслеживать в том числе конечных получателей и потребителей продукции, которые продаются на бирже, в том числе и керосина. Это наши инициативы, которые… Это те выводы, которые мы сделали из ситуации по рынку керосина. Ну и, конечно, вы знаете, тоже интересный такой для нас фактор. Помните, наверное, все дискуссию образца второго квартала 2020 года, решение по снижению показателей совместного приказа по реализации на бирже. И такие эти решения были приняты. Но по факту мы увидели, что реализация не упала, наоборот, даже выросла, несмотря на то, что в совместный приказ были внесены соответствующие изменения, уменьшившие в два раза нормативы реализации через бирж. Это показывает, что инструмент был востребованным. Поэтому совсем короткий ответ на вопрос, почему так произошло, очень простой – востребованность. Алексей, я, наше следующее перебью. Да, да, да. А вот здесь прямо в продолжении этой темы. Совершенно верно. Давайте я по совместному приказу тогда сразу скажу, потому что все равно этот вопрос будет. Уже много раз анонсировалось, что ведомства договорились между собой. И я хотел бы обратить внимание, что это все-таки история ведомств, прежде всего. Биржа может давать свои оценки того, при каком уровне поставок на внутренний рынок, при каком объеме торгов. Мы считаем, ценовая ситуация адекватно отражает баланс спроса и предложения. Мы много раз эти цифры озвучивали. Ведомства какое-то время назад пришли к согласию, и показатели по совместному приказу были увеличены, многократно анонсированы. Но тут, возможно, сказалось то, что лучше враг хорошего. И вот какие-то шлифовки нюансов, она еще продолжается, несмотря на то, что вроде никто не спорит уже давно относительно показателей. Все согласовано, но какие-то нюансы юристы между собой до сих пор гоняют. Но это уже происходит без нашего участия, это уже на уровне ведомства. Поэтому за комментариями, пожалуйста, не к нам. Наталья, если есть еще вопрос, пожалуйста, тоже. Да, я извините, что перебила. Я хотела уточнить, чтобы к этому вопросу не возвращаться. А вы можете условно пояснить, у какого рынка вы долю, что называется, отняли, за счет чего вы-то выросли? Это прямые контракты в первую очередь? Ну, конечно, рынок-то всего два, биржевой и внебиржевой. Соответственно, если объем потребления известен, все это цифры, которые регулярно публикует ЦДУТЭК, это объем поставок на внутренний рынок, производство и так далее. Мы тоже их видим, получаем. Мы вот совсем недавно подводили итоги. Мы видим пока только октябрь. И вот те данные, которые я озвучил, по четверти объема поставок на внутренний рынок через биржу, это данные, накопленным итогом с начала года по октябрь включительно. Потому что ноябрьские цифры по производству мы увидим, соответственно, в конце декабря. А за год в целом, ну, уже ближе к концу января. Но думаю, что картина не сильно изменится, исходя из тех вот объемов, которые на бирже торговались. Ответил? Нет? Да, спасибо. Хорошо, тогда зададим следующий вопрос по нефтепродуктам. Также от Интерфакса, продолжу Наталью, сегмент рынка независимый АЗС. По данным Интерфакса, он съеживается в формулировках агентства. Как биржа оценивает этот фактор с учетом того, что биржевой рынок достаточно сильно привязан к независимому сектору? Перспективы независимой розницы и в связи с этим работа биржевых торгов. Наша оценка. Я бы сказал так, все-таки биржевой и внебиржевой рынок – это сообщающиеся сосуды. Соответственно, если на бирже что-то прибавляется, то, вероятно, это утекает с внебиржевого рынка. Мы видим на самом деле существенный рост интереса в этом году в переходе к прямым закупкам на бирже со стороны самых разных участников торгов и с разных категорий участников торгов. Независимые сети, которые в конечном счете все равно получают биржевой бензин, биржевое дистопливо, как мы понимаем. Многие сейчас выходят напрямую на биржу, и мы видим их в качестве конечников, что, я думаю, безусловно радует в том числе наших основных продавцов, которые давно занимают такую позицию, что, в общем, чем больше на бирже конечников, тем проще принимать решение об увеличении объемов биржевой реализации. Поэтому все-таки немножко разные вопросы, как себя чувствует розница и покупает ли она на бирже. Да, рознице бывает тяжело, конечно, но мы так в целом маржинальность отслеживаем и понимаем, что сейчас ситуация такая, скажем, прямо не сильно напряженная по данному вопросу. Ну а что касается увеличения объемов реализации и участия розницы, сетей АЗС в этом процессе, ну, цифры я все уже озвучил. Во-первых, во-вторых, мы видим, что новые клиенты приходят, обращаются и говорят нам о том, что они будут напрямую закупать на бирже. Так что скоро, думаю, увидите новых участников торгов в этой связи. Каких изменений биржевых правил в связи с этими изменениями в структуре торгов нам стоит ожидать? Ну, я, наверное, отвечу на этот вопрос не с позиции изменения биржевых правил, а с позиции, какие проекты у нас сейчас на повестке дня. Тем более, что это и в вопросах затрагивалось, и сегодня мы частично об этом уже говорили. Есть тема, которую мы анонсировали в конце прошлого года, подписав соглашение с ФАС и РЖД о реализации проекта оператора товарных поставок на базе структур группы РЖД. Мы очень хорошо продвинулись по этому вопросу в этом году. Аккредитация получена соответствующей компанией из группы РЖД. Полностью согласовано функциональное задание, потому что все-таки эта тема такая айтишная в конечном счете. Оно находится в реализации, и этот проект в очень хорошей, очень высокой стадии готовности. Мы в контакте с РЖД согласовываем план действий с графиками соответственными. В общем, мы движемся достаточно успешно. Рынку мы несколько раз этот проект уже показывали. И вот то, что здесь мы пытаемся добить, достичь, я уже об этом тоже говорил несколько раз, это завершение вот этой вот цепочки. Не только сделка, но и клирик, расчеты, а дальше начинается логистика, поставка и, собственно, контроль за исполнением биржевых договоров. Проект с ОТП РЖД – это вот три финальные элемента этой цепочки. Это, конечно, в 2021 году мы хотим запустить и запустим. Это вот первая история, которую хотел бы озвучить. А вторая история, мы так ее сегодня затронули вскользь. Но сначала Сергей Анатольевич Швецов сказал, что есть вот такая тема, контролеры поставки и, соответственно, снижение рисков на рынке, потому что время от времени возникают ситуации. Мы все помним, была история с Антипинским НПЗ и с проблемами с исполнением сделок, заключенных на бирже. Конечно, Центральный банк, как регулятор этой темы, был обеспокоен. Да и мы тоже, честно говоря, и приложили много усилий к тому, чтобы эту историю развязать. Она не закончилась, кстати, могу сказать. И, в общем, последствия мы ощущаем до сих пор. Там круги по воде еще расходятся по данному вопросу. Так вот, тематика, связанная с риском неисполнения контролерами поставки своих обязательств. Центральный банк беспокоит. Мы обсуждали, каким образом можно создать инструментарий, который позволит лучше управлять этими рисками. И совместно нащупали такую тему, над которой работа уже ведется совместно с Банком России, даже скорее под контролем Банка России, совместно с рейтингом агентством АКРО, представитель которого сегодня тоже выступал на нефтепродуктовой сессии. Это не рейтингование, неправильно это будет называть рейтингованием, это помощь со стороны АКРО, биржи в проведении независимой аналитической оценки финансового состояния и уровня ликвидности компаний, продавцов, контролеров поставки, которые торгуют в товарный лимит. Это помощь со стороны профессионалов оценки в бирже, в мониторинге уровня риска, который возникает в долгосрочной, с точки зрения кредитспособности и краткосрочной, с точки зрения ликвидности, в перспективе. Думаю, что мы в ближайшее время должны выйти на конкретные договоренности с АКРО по этому вопросу, после чего представим идеи и методологии сначала регулятору, а потом рынку, после чего будем уже обсуждать целесообразность сроки, применимость, сложности наверняка какие-нибудь вылезут в этой теме. Но это вот тема, которую мы считаем перспективной для 2021 года. Если она будет реализована, а мы на это очень рассчитываем, то соответствующие изменения в правилах торгов по этому вопросу точно будут. В правилах торгов и в правилах клиринга. Спасибо. И я не озвучил этот вопрос. Его и агентство ТАСС Максим Корчагин задал, и синхронно журнал «Нефть и капитал» Владимир Бабылев. Но раз уж мы затронули тему сотрудничества с крупной серьезной аналитикой, то вот такой оборот. Топливный рынок прожил с демпфером уже достаточно долгое время, с таким налоговым фактором. Какие-то выводы делает биржа после работы в новых условиях, в плане стабилизации цен нефтепродуктов, биржевых в том числе. Это задает вопрос Натальи Шалагина, Интерфакс. Вы знаете, постоянно возникает вот эта вот тема с демпфером, она по-разному формулируется, там разные слова используются, до настройка, часто говорят. И я думаю, что все понимают, участники, что система не идеальна. Она работает, но она не идеальна, она сложна, она ручная. И постоянно приходится думать о внесении корректив. А коррективы нужно вносить ни много ни мало в налоговый кодекс, а это всегда сложная история. И особенно сложно заставить себя вписать в налоговый кодекс какие-то конкретные цифровые показатели, которые зависят от слишком большого количества допущений. Рынок это понимает, поэтому постоянно возникают предложения относительно того, что давайте демпфер доработаем. И мы знаем, что в последнее время все больше и больше голосов раздается не только в пользу того, что давайте демпфер доработаем, но и в пользу того, что давайте привяжем не к неким абсолютным уровням цены, которые, прямо вот запишем налоговый кодекс, а давайте привяжем его лучше к какому-нибудь рыночному показателю, а лучше всего к биржевой цене. Я думаю, что это дискуссия в правильном направлении, но она неизбежно сложная, потому что здесь затрагиваются интересы бюджета, здесь затрагиваются довольно сложные тематики взаимоотношений в треугольнике Минфин, Минэнерго, нефтяные компании. Но мы, со своей стороны, все, что надо, сделаем и делаем, потому что демпфер рассчитан на наших ценах, это большая ответственность. Мы, конечно, уже свои цены даем в налоговую службу, подтверждаем регулярно каждый месяц уровни реализации компании через биржу, потому что это одно из условий получения работы в этой системе демпфера и обратной акции. Значит, соответственно, опыт в этом направлении есть, но это решение такое достаточно серьезное, изменение подходов и методов расчета демпфера, перехода от фиксированных величин, допустим, к биржевым показателям. Дискуссия по этому вопросу идет, посмотрим, чем дело закончится. Любая волатильность на рынке, она только подливает масло в огонь. Эта дискуссия, это мы видим, поэтому, конечно, очень много будет зависеть от рыночной ситуации. Вот ФАС предложил создать секцию Дальнего Востока на биржевых торгах топливом. Сделаны уже какие-то шаги, спрашивает агентство ТАСС. Ну, мы знакомы с этими предложениями, там не только ФАС, но и некоторые крупные компании, представленные на Дальнем Востоке, тоже поднимают этот вопрос. Значит, тема как минимум заслуживает обсуждения, потому что это в том числе наши крупные клиенты, значимые акционеры. Конечно, мы этот вопрос будем смотреть и изучать. Есть свои плюсы и минусы. Понятно желание как-то вот сегрегировать тематику от основного рынка Российской Федерации, но это же не только вопрос создания отдельной секции для того, чтобы чисто дальневосточные темы торговать. Это все равно тема, связанная с логистикой, с доставкой, с транспортировкой. Поэтому эта тема касается не только биржевых торгов, она касается всей инфраструктуры поставок на Дальний Восток. И нужно обсуждать все эти вопросы в комплексе, а не только вот сводить к тому, что отдельный сегмент торгов, и, соответственно, все вопросы будут решены. Вот это вопрос сложный, комплексный, тяжелый очень, многолетний, с большой инерционностью, к сожалению, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, мы видим подвижки хорошие в эту сторону, мы видим, что независимые производители появились уже на биржевых торгах, начали выставлять, я думаю, что рынок это тоже заметит и оценит. И рассчитываем, что со временем больше продукта, непосредственно произведенного в регионе, будет выходить на биржевые торги. И доступ к этому продукту на недискриминационной основе будут получать все участники рынка. Переворачиваем следующую страницу наших вопросов. блок по поводу экспортных онлайн-аукционов на российские нефть и нефтепродукты. Ну, тут целая группа вопросов. Вот Интерфакса, Energy Intelligence, других агентств, бизнес онлайн, портала. Ну да, мне достаточно легко прокомментировать эту тему, потому что уже очень много было сказано в ходе нашей онлайн-дискуссии. Я хотел бы только добавить, что по состоянию на сегодняшний день у нас есть уже проведенные два онлайн-аукциона на экспорт нефти, которые проводила зарубежнефть на нашей площадке. У нас есть семь процедур, которые провела Татнефть на нашей площадке в формате именно двухэтапного аукциона с онлайн-элементом. Это семь процедур на поставку нефтепродуктов уже на экспорт не нефти, а нефтепродуктов. Мы с еще несколькими покупателями, продавцами, то есть, извиняюсь, с несколькими продавцами и поставщиками нефти на экспорт российскими эту тему обсуждаем и, ну, собственно, онлайн-дискуссию вы наблюдали, но это не единственный, с кем мы обсуждаем эту тему и, конечно, рассчитываем на то, что другие компании российские тоже к этой истории будут присоединяться. Я хотел бы повторить, что на этом этапе мы не ставим перед собой задачу единые площадки, все работают по единым правилам, единые условия поставки, единый круг покупателей и так далее. Нет, мы готовы идти на дополнительные издержки и делать инструмент, затачивать инструмент отдельно, индивидуально под каждую компанию, максимально приспосабливаясь к текущим бизнес-процедурам. Потому что жизнь потом, через какое-то время, она сама заставит, для того, чтобы повысить качество конкуренции, качество ценообразования, она вытолкнет просто всех нас на то, что лучше это делать, в едином формате. И в этом плане вот те истории, которые периодически появляются в виде объявлений о том, что китайцы строят единого покупателя нефти на глобальных рынках, эти истории реально работают против нас. И этим историям нужно противостоять в виде не единого продавца, все-таки, надеюсь, а единого механизма реализации, которым могут пользоваться несколько российских продавцов. это, вполне возможно, будет как раз адекватный инструмент давлению со стороны покупателей, монопсании покупателей. Да, это та же монополия, только на стороне покупателей. В эту сторону смотрим, работаем, как планируем в дальнейшем развивать систему электронных торгов, совершенствовать ее, для того, чтобы она была максимально удобной, с поддержкой 24 на 7, с английским языком и со всеми прочими делами. И у нас в группе СПБ МТСБ, кстати, и колл-центр есть, который умеет все эти вещи делать. Мы его пока используем на закупочных процедурах, но люди есть. У нас большой достаточно колл-центр, там больше 50 человек работает, и эти вещи мы делать умеем, и обязательно делать будем. Да вот, наверное, все по онлайн-аукционам, просто если есть какие-то конкретные вопросы по онлайн-аукционам, тогда или напишите, или с голоса задайте, я дополнительно отвечу. В целом, мне кажется, здесь все. Илья, можем двигаться дальше. Да, коллеги, бросайте вопрос в чат, поднимайте руки виртуально, будем дополнять. Давайте к газовому блоку. Ну, тут, собственно, много говорили на форуме, подробную тему обсудили, но все равно пресса интересуется, чтобы мы, так сказать, под цитатой сказали, как у нас с коммерческой балансировкой, какие ближайшие планы, роль независимых здесь и позиция Газпрома. Я вот, к сожалению, не смог посмотреть сессию про коммерческую балансировку, вот поэтому не знаю, как и что там конкретно говорилось, поэтому сейчас у наших коллег-журналистов есть возможность сравнить показания и сделать уже соответствующие выводы. Вот что могу сказать по этому поводу? Мы рассчитываем, что месячные торги газом 23-го числа будут проведены по новым, то есть не рассчитываемые, а эти торги будут проведены по новым правилам, которые включают в себя элементы коммерческой балансировки и использование системы торговых товарных счетов, которые ведет наш партнер по этому проекту ОТП ТЭК. Это бывшая Газпром-межрегионгаз-поставка. Это организация, которая выполняет роль оператора товарной поставки на рынке природного газа. У нас, вот по состоянию на сегодняшний день, я вообще никаких противоречий к Газпромам не вижу. Мы сейчас движемся в направлении подписания и согласования всех документов для того, чтобы 23-го числа все могли по новым правилам уже торговать, и, соответственно, балансировка таким образом будет запущена. Я бы хотел напомнить, что на этом этапе мы говорим только о балансировке неотобранных объемов биржевого газа. Это очень небольшие объемы, которые участник должен будет либо продать на рынке, либо, если он этого не сделал, то, соответственно, это будет выкуплено у него с 15-процентным дисконтом, который тоже в свое время был согласован рынком, ФАСом и Газпромом, нашим балансирующим покупателям. Вот, ну, ждать осталось совсем немного, значит, скоро все узнаем, как говорится. Думаю, что все будет хорошо по данному вопросу. Алексей Арнестович, 23-го числа, это 23-го декабря? Декабря, да, декабря. Коллеги, поэтому вот такой анонс. Я бы еще, знаете, такую вещь бы еще сюда добавил. Там есть интересная тема, связанная с получением нами лицензии небанковской кредитной организации Центрального контрагента. Ну, когда я говорю нами, я имею в виду РДК, нашу клиринговую организацию, которая входит в группу СПБ и НТСБ. Мы подали документы в начале октября в Банк России на получение лицензии, и ряд необходимых шагов по данному вопросу уже прошли. В том числе, там, всевозможные внутренние органы Банка России решения приняли. Поэтому мы, конечно, очень рассчитываем на то, что мы получим лицензию уже в этом году, несмотря на то, что закон, продлевающий сроки получения лицензии, будет до 1 июля 2021 года. Вот, но думаю, что уже в этом году получится решить этот вопрос. Но здесь слово за Банком России, нашим регулятором. Дорогие друзья, еще по этой теме. Так, тогда двигаемся дальше. Переходим к теме динамично развивающегося рынка лесоматериалов. Бизнес онлайн задает вопрос. В связи с поручением президента о запрете экспорта на необработанную древесину, есть ли какая-то уже у биржи связь с импортерами леса из Китая, Финляндии, Японии? Планирует ли компания продолжать участие в биржевых торгах? Понятно, что биржа только запустила тему экспорта леса, но тем не менее. Есть тут какая-то обратная связь, планы, работа с потенциальными клиентами? Я хотел бы напомнить, что первые торги лесом на экспорт состоялись в декабре прошлого года. Мы во Владивостоке вместе с губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко запустили торги, и тогда прошли первые сделки с поставкой на экспорт. После этого пандемия, конечно, внесла существенные коррективы в эту работу и в сроки ее выполнения. Экспорт леса в Китай в какой-то период вообще там практически полностью остановился. Сейчас эта история опять возобновляется, и мы рассчитываем, что в самое ближайшее время, думаю, что может быть даже до конца года, я не знаю, Алексей Михайлович Рыжиков анонсировал, поэтому вопрос что-то на лесной сессии. Но мы внутри обсуждаем совсем короткие сроки перезапуска этого проекта и начало опять возобновления, вернее, торгов лесом на экспорт. Но, как вы понимаете, без покупателей тут ничего не получится. Поэтому, да, работа в этом направлении идет. Дальше идем в направлении развивающихся биржевых рынков. Несколько вопросов от агентства Аргус, связанные с торгами углем, которые на бирже стартовали. Сегодняшний статус, так сказать, стадия, участники, ликвидность, планы и возможности запуска индексов. Ну, как вы помните, у нас угольная тема развивается в двух основных направлениях. Первое – это большая наша работа, которую мы ведем по сегменту регистрации вне биржевых сделок. Здесь мы рассчитываем ряд показателей, собственно, показываем их рынку. И рынок активно этим пользуется, точно так же, как и наши регуляторы. Эта работа идет. Тематика, связанная, собственно, с запуском биржевых торгов углем. В прошлом году, в самом конце года, мы совершили несколько сделок, но сразу тогда сказали, что это, что называется, пробная история. Оценим, как дальше двигаться, и после этого вернемся к этому вопросу. Мы затормозили немножко реализацию этих проектов в связи с пандемией. Ну, я как-то, я помню, высказывался в одном из интервью, это действительно была наша политика. Мы старались в условиях особенно жестких пандемийных ограничений наших клиентов новыми проектами сильно не грузить, потому что для многих крупных компаний стояла основная задача поддержать выполнение тех бизнес-процессов нормальных, обычных, которые у них шли. Поэтому новеллы, инновации неизбежно, конечно, отодвинулись чуть-чуть на задний план. Тему сейчас возобновляем, потому что мы все приспособились уже к работе, все научились работать в новом формате. Тему возобновляем, и магистральное направление, пересчет по качеству, его не бросаем, собираемся продолжать. Было уже несколько заседаний разных органов, в том числе Биржевого комитета по этому вопросу. Дискуссия возобновилась, обсуждаем нюансы, связанные с транспортировкой, сертификацией, оценкой, аттестацией, кто отвечает, качество. Ну, то есть, перешли уже на уровень нюансов. Идет обсуждение с Банком России тоже этих нюансов по проекту правил торгов. В общем, работа кипит. Все будет хорошо по этому вопросу. Значит, были вопросы, еще я вижу здесь по стройматериалам, зерну, рыбе, лому. Лом, как вы знаете, затормозился. Смена правительства здесь, безусловно, оказала свое воздействие, потому что явно приоритет этот нескольких ушел, и фокус на лом сместился. Но это не значит, что проблема исчезла, потому что противоречия между разными группами интересов достаточно велики. Я имею в виду здесь, прежде всего, трейдеров, которые поставляют лом на экспорт, и внутренних потребителей лома, которые периодически, предпринимают различные попытки ввести квоты на экспорт, запретить экспорт и так далее. И, конечно, сложно разрешать эти противоречия, и при этом еще как-то это хочется делать все-таки в объективном режиме. Поэтому я прогнозирую, что тематика лома вернется на повестку дня, и совместно с Минпромторгом, с правительством будем опять ее обсуждать, будем думать, как можно здесь строить объективное ценообразование. Ну, как известно, компромиссы, когда все недовольны, поэтому, ну, каждой стороне, вероятно, придется немножко подвинуться с тем, чтобы этот рынок стартануть. Зерно, рыба, стройматериалы, тема, мы все это считаем серьезной темой. В этом году, в оставшиеся три недели года, конечно, ни цемент, ни, здесь конкретно можно сказать, ни цемент, ни зерно, ни рыбу мы не запустим. Да и по зерну мы, вообще по прочей сельхозке, мы скорее будем в других форматах экспериментировать. Думаю, что первоначально это будет формат, связанный с различными аукционными механизмами, а не биржевая торговля в формате двойного непрерывного встречного аукциона, потому что, думаю, что для этих рынков сложновато все-таки. Посмотрим, есть разные идеи, инициативы, и по Дальнему Востоку по рыбе обсуждаем, и по цементу работу ведем. На зерно смотрим, щупаем, пытаемся понять, насколько аукционный механизм годится для участников этого рынка, будем информировать вас о дальнейшем продвижении. Вот сразу отвечу тоже, здесь вижу вопрос по возобновляемой энергии, по торговле углеродными кредитами, есть ли планы в этой связи. Вы знаете, жизнь сама формирует здесь для нас планы, потому что тематика углеродного налога, грядущего в странах Европы, который может стоить российской экономике несколько миллиардов долларов в год, разные оценки были 6-7 миллиардов долларов в год, я видел оценки. И все это, конечно, инициировало довольно серьезную внутреннюю дискуссию внутри Российской Федерации, появились позиции ведомств, проекты закона, письма пошли в разные инстанции. Думаю, что тема будет набирать обороты, потому что если ничего не сделать, то гарантированно пострадают все. Тема сложная, тема непростая, она не сводится только к организации торговли, в частности углеродными кредитами, углеродными единицами, квотами на выброс, там по-разному можно называть, и это реально разные продукты и инструменты. Здесь нужно строить целую систему оценки, сертификации, учета этих единиц, которыми можно торговать. И вот если посмотреть с позиции проекта в целом, то организация торговли углеродными кредитами – это небольшая часть всего этого проекта, а проект реально очень-очень-очень большой. Им точно нужно заниматься, потому что если мы им заниматься не будем, значит все вопросы будут решены без России, нас просто на деньги, как говорится, выставят и все. Поэтому будем заниматься и будем в этой теме участвовать. Из новых товаров вот называются еще вопросы про полимеры, а также в чат нам направляют вопросы, что как с СПГ малотонашка в стране развивается, есть ли идея завести на биржу? Полимеры, да, так мы периодически смотрим на этот продукт. Вообще продукции нефтехимии, я считаю, что это тема для биржевых торгов в любом формате. Не буду особо погружаться, поэтому короткий ответ – да, смотрим, будем смотреть, будем думать. Малотонашный СПГ – тема, безусловно, особенно в связи с принятыми решениями по газификации. Видите, что эта тема получила достаточно высокий приоритет с точки зрения государства. Есть соответствующие поручения в рамках президентской комиссии по ТЭК, которые касаются газификации. И, конечно, в рамках программы газификации не в каждый удаленный уголок обязательно нужно тянуть трубу. Во многие места правильнее, проще, дешевле доехать малотонашным СПГ. Это значит, что рынок будет развиваться, и он стандартизируем. Вот вам, пожалуйста, все условия для биржевой торговли. И вот еще один вопрос в чате. Перспективы появления на бирже большего количества зарубежных участников, покупателей-продавцов, причем не только из ЕАЭС, но и из дальнего зарубежья. Ну, мы периодически сталкиваемся с такого рода обращениями. Рынок нефти и нефтепродуктов пока отделен системой косвенных налогов, акцизов, кошлин. Поэтому здесь напрямую, конечно, тяжело иностранным участникам работать. Но в формате срочного рынка это, безусловно, тема и безусловная история. Что касается других продуктов, ну, я вообще верю в то, что сначала ты строишь рынок все-таки для внутренних покупателей и для внутренних участников. Если он интересный, ликвидный и честный, то иностранцы на него тоже придут. И вот интерес, который мы видим периодически к нашему рынку нефтепродуктов, тому является доказательством. Поэтому сначала все-таки внутренний рынок, обеспечение потребностей внутреннего рынка. Ну, а дальше, что называется, народ подтянется. Друзья, присланные вопросы и заданные в чате исчерпаны. Коллеги, журналисты, может быть, кто-то еще что-то хочет спросить. Мы уже приближаемся к финальной части мероприятия. Можно, Илья? Да, конечно, да, Надежда, да. Energy Intelligence, да. Вот. Здравствуйте. Алексей Иванович, здравствуйте. Спасибо большое за форумы, за ваши ответы. Но я, если можно, все-таки пару уточняющих вопросов по поводу экспортных аукционов. Первый вопрос, если можно, раскрыть, кто же выиграл, кто победил в аукционе в последнем зарубежке. Это один покупатель или несколько? Второй вопрос, это прям маленький вопрос. Второй вопрос, как вы оцените вот сегодняшний комментарий Николая Киселева, да, такая ложка дегтя к аукционам. И третий вопрос, вот вы, наверное, слышали, что вчера агентство Плац выдвинуло, да, вышло с инициативой включить свою в цену бренд не в WTI. В связи с этим вопрос, какие-то вот ваши переговоры с ценовыми агентствами по поводу включения ЮРУСа куда-то, или вообще вот в каком статусе сейчас ваши переговоры с ценовыми агентствами, или вообще сейчас никаких переговоров не ведется? Спасибо большое. Значит, по поводу того, кто купил на тендере зарубеж нефти, компания не раскрывает, ну и, соответственно, мы примерно такую же позицию занимаем, поэтому, значит, обращайтесь, компания, если захотят, расскажут. Это первое. Второе, по поводу позиции Сургутнефтегаза, я с огромным уважением отношусь к Николаю Викторовичу, потому что это один из наиболее знающих людей на этом рынке, который несколько десятков лет занимается этой тематикой, и в формате физической продажи, работы с покупателями и все такое прочее. Те темы, которые он сегодня поднял, на мой взгляд, являются очень важными нюансами. Меня радует то, что мы перешли к обсуждению нюансов, потому что сам концепт, что эта история заслуживает как минимум рассмотрения, сам концепт приемлем. Если мы обсуждаем нюансы, значит, мы двигаемся вперед. Тематика, кто является покупателями, нужно ли допускать этих покупателей, кто должен допускать этих покупателей до торгов, как с ними работать. Вы знаете, вот вы говорите про позицию Николая Викторовича, а я на самом деле, меня больше не удивила, на самом деле, позиция Хорхе, который занял абсолютно противоположную позицию. Это все должна делать биржа. Но когда Хорхе сказал, это все должна делать биржа, мне стало даже более некомфортно, чем когда Николай Викторович сказал, значит, свою позицию по поводу, там, и отношения к онлайн-аукционам. Потому что это же физический рынок с совершенно другими законами. И понятно, что люди, которые работают десятилетиями на физическом рынке, прекрасно знают возможности покупателей со всеми нюансами. Кто пригонит танкер, кто опоздает, как расчеты с ними вести там и так далее. И вот вопрос, стоит ли здесь городить огород нам, пытаться самостоятельно нарастить вот этот вот опыт, мне кажется, гораздо более перспективная история. Это прислушаться к тому, что говорят компании и договариваться с компаниями вместе о том, как мы реализуем совместно этот проект. Вот я надеюсь, что Николай Викторович на меня не обидится, но сразу после сессии мы с ним так немножко еще попереписывались, как мы обычно с ним делаем. Потому что у нас на самом деле очень такие прямые и честные взаимоотношения. И я ему написал, что Николай, я очень ценю твою позицию, потому что именно твои взгляды иногда для меня неожиданные и местами для меня неприятные. Но эти взгляды ставят перед нами живые реальные вопросы, на которые надо искать ответы. И мы понимаем, что пока не будет этих ответов, не будет и движения вперед. Вы же прекрасно понимаете масштаб деятельности, масштаб экспорта денежных средств, которые здесь заложены, рисков, которые несет компания. Я прекрасно понимаю, что они сверхосторожны. А как еще-то иначе никак. Это живые реальные вопросы, на которые мы обязаны ответить для того, чтобы продвинуться вперед. Я очень верю, что мы найдем ответы на эти вопросы. Ну а что касается заключительной части, насчет того, что WTI включить в бренд, история с бородой, честно говоря. Потому что первый раз она так прозвучала, была вброшена чуть ли не год назад на одном из мероприятий Плаца. Рынок так не очень, я так понимаю, эту историю воспринял. Потому что индикатор становится каким-то уж совсем виртуальным. Потому что его можно привести к базису бренд. Это же, вот чем бренд хорош, да? Это то, что называется Seaborne Crude. Которую ты можешь поставлять в любом направлении. Она торгуется на ФОБе и так далее, и так далее. Значит, когда ты добавляешь сюда WTI, в эту корзину, у тебя неизбежно возникает элемент искусственного пересчета, который основан на неких выкладках, арифметике, пересчетах, коэффициентах и так далее. И хотим мы или не хотим, но это ухудшает качество индикатора всегда. Поэтому инициатива как минимум сложная с точки зрения объяснения участникам. Но Плац здесь, на мой взгляд, поступил исключительно грамотно. Плац сказал, вот есть у нас такая идея, вынес ее на обсуждение рынка и дал рынку возможность обсудить и отреагировать. Посмотрим, что рынок по этому поводу скажет. Интересно на самом деле. Кстати, обращаясь к опыту того же Хорхи и компании General Index, они публикуют несколько аналитических отчетов, достаточно интересных, которые я каждый день стараюсь, по крайней мере, просматривать. И в том числе они публикуют такой показатель, сводный показатель мирового нефтяного рынка. Я там не помню, как он точно называется. Но смысл в том, что они фактически делают один синтетический показатель из всех-всех-всех марок. И мы у себя внутри тоже много дискутировали на тему, а показывает он что-то этот индикатор, или он вообще ничего не показывает. Просто потому, что там много всего намешано на разных базисах, разного качества и так далее. Но люди грамотные, если они так делают, они же понимают, что они делают и зачем. Есть же экстремальная точка зрения, которая состоит в том, что трейдеру по-хорошему все равно чем торговать. Есть индикатор, к нему все привыкли, на него все смотрят, значит, иди и торгуй этот индикатор. Как он образуется? Да, ты должен в каждый момент времени уметь показывать, что это не пальцем в небо, а это некая объективная величина, которая основана на реальной рыночной информации. Тот же Хорхи, кстати, об этом сказал. Ты должен показать рынку аудируемый след твоих размышлений и расчетов, как ты пришел к этому показателю. Если ты в состоянии это сделать, и рынок акцептует твою методологию, да, значит, и WTI можно добавлять в бренд. Значит, посмотрим, акцептует ли рынок этот концепт и эту методологию. Мне самому интересно, я не возьмусь предсказать результат. Спасибо вам большое. Коллеги, что ж, спасибо за вашу активность, за насыщенные вопросы. А все, да, вопросы кончились, да? Да, вопросы кончились, у нас, так сказать, время. Можно, можно. Да, если кратко, давайте, коллеги, да, Настя. Аргус. Так, я попробую. Слышно меня нормально, да? Да, да, здрасте, добрый день. Да, просто иногда с видео звук плывет. Алексей Ирнастович, большое спасибо за форумы, за эту возможность сегодня с вами пообщаться. У меня два, наверное, уточняющих вопроса. Я хотела, во-первых, спросить про фьючерсные контракты экспортные на дистопливо. Если я правильно понимаю, торги вот именно объемами текущего года, они, наверное, уже завершены. Могли бы ли вы сказать, сколько партий в этом году было реализовано дистопливо по экспортному фьючерсу из Приморска? Вот эту цифру. И второй вопрос, я просто хочу еще раз уточнить про нормативы. Я правильно понимаю, что сейчас еще не идет дискуссия о переходе вот к следующему этапу увеличения? То есть сейчас по-прежнему просто мы ждем, когда вступит в силу вот то решение, которое было вот ранее в этом году согласовано? Или все-таки уже есть конкретный предметный разговор о переходе к увеличению следующему? Если можно. Я могла что-то пропустить просто иногда из-за качества звука. Прошу прощения, если дублирую вопрос. По первому вопросу, вот то ли 8, то ли 9, ну вот там плюс-минус 1. Но, Илья, я тогда попрошу просто уточнить и дополнительно сообщить. Но порядок цифр вот примерно вот такой. Значит, в этом году в среднем один танкер в месяц, а в какие-то месяцы даже два, поставлялись на экспорт через вот этот вот контракт на дистопливо на Приморске. Это по первому вопросу. А по второму вопросу, вот те нормативы, которые были анонсированы, 11 по бензину и 7,5 по дистопливу, анонсированы-то они были анонсированы и даже согласованы между ведомствами, и все покивали, но до стадии совместного приказа они так и не дошли. То есть мы по-прежнему находимся в ситуации, когда мы обсуждаем, как бы нам вот лучше бы прописать давно уже принятые согласованные решения. Значит, ждем. Бессмысленно затевать новый виток этой дискуссии, если еще даже вот то, о чем все договорились, никак вот не можем мы дружно все доделать. Вот, но я здесь оптимист, честно говоря. Понятно. Большое спасибо вам. Да, спасибо. Ну все, коллеги, если вопросов больше нет, еще раз тогда всех с Новым годом, удачи, здоровья, напряженно все трудились, сложные были у нас условия в этом году, но мы справились, и онлайн-форматы теперь воспринимаются просто легко и на ура. Я помню, как тяжело там первое время было приучить себя к вот этой вот работе в таком режиме, а сейчас кажется, что а как мы вообще без этого могли жить. Ну вот, но единственный минус, конечно, не могу с вами сегодня вечером поднять по бокалу, стакану и так далее, что с удовольствием бы сделал в нормальной рабочей обстановке. Но верю, что скоро этот день придет, и мы все увидимся живьем и обязательно обсудим все, что на душе накипело. А сейчас с Новым годом. Дорогие друзья, спасибо большое за активность. Спасибо, Алексей Ренестрович. Сегодня получился удачный очень форум, интересные были дискуссии, новые темы, новые повороты. Было прям очень интересно. Спасибо вам большое. И вам сегодня удалось мероприятие просто на ура. Да, спасибо. Спасибо, рад видеть. Прекрасно выглядите. До встречи. Спасибо.